Всем привет! В сегодняшнем видео поговорим о том, с чего начать кудрявый метод. Вроде бы этот ролик должен был быть один из первых на моём канале, но на самом деле идея к нему пришла в тот момент, когда мои подружки начали скупать все подряд баночки, которые я им показывала. Поэтому, чтобы поберечь чьи-либо кошельки, я записываю это видео. Что сделала я и что лично бы вам также посоветовала сделать? Найдя тот примерно гель, который вы хотите купить, постарайтесь найти его в travel версии, то есть в маленьком размере. Это был тот самый мой первый гель, который я купила. Я не была уверена, захочу ли я продолжать укладывать свои волосы по кудрявому методу, поэтому решила потратиться немножко. И вот этот тюбик стоил мне 2,50. Я подумала, что это небольшое вложение, то есть если всё пойдёт не по плану и мне не понравится результат, который у меня есть на волосах, то 2,50 это будет не та цена, из-за которой я буду сильно расстраиваться, из-за вон выкинутых денег, так сказать. Так, с гелем мы разобрались. Мы поняли, что он нам нужен, но не собираемся пока что на него много тратить денег. Возможно, в будущем вы купите себе тот самый продукт, о котором мечтали, о котором видите в интернете и видите тот результат, который вы хотели бы видеть на ваших волосах. Переходим к следующему пункту, который, я бы сказала, немаловажен. Это, как вы наверняка уже наблюдали в моих видео, микрофибровое полотенчико. В моём случае это тюрба. Хорошая микрофибра для волос всё-таки стоит денег. В нашем случае нам нужно промокнуть волосы, чтобы убрать излишки воды, но всё-таки оставить эту воду, достаточное количество воды в волосах. И что же нужно делать? Я об этом также уже упоминала в своих видео. Берём хлопковую футболку, самую обычную, на которой написано 100% хлопок, и начинаем ею промакивать. Чтобы было удобнее, можете взять футболку побольше. Заимствуйте у вашего папы, мужа, брата. Главное, убедитесь, что это не его любимая футболка. И тут мы переходим к третьему шагу. Что я бы вам дальше посоветовала? Это хорошее увлажнение и питание волос. То есть, чем более здоровые будут ваши волосы, тем более красивые кудряшки у вас будут. Сейчас можно найти очень много разных фирм, которые предлагают классные продукты. Но опять, мы стараемся не скупать всё подряд. И хотя мы можем решить, что нам нужно купить и хороший кондиционер, и хорошую маску для волос, и даже не смывашку, попробуйте найти универсальный кондиционер-маску для волос. Я уже рассказывала вот об этом продукте от Giovanni. Это классная маска для волос, но она не слишком жирная. То есть, её можно наносить на 1-2 минуты в виде кондиционера, или же можно нанести на подсушенные волосы. И подержать на волосах около получаса, так же классно было бы прогреть. И возможно ли получить из этого не смывашку? Да. Возьмите пустую баночку, лучше, если это будет спрей. Возьмите немножко кондиционера, разведите его с водой и попшикайте на волосы. Вот вам уже не смывашка. Главное условие это, чтобы вашей маске и кондиционера не было силиконов. Потому что всё-таки силиконы, которые подразумевают смывать волос, как в обычной кондиционере, или в других кондиционерах или масках, если они останутся на ваших волосах, они могут вам наоборот подсушивать волосы. То есть смотрим, чтобы не было в вашем купленном продукте силиконов. Как их легко определить? То есть это любой ингредиент, который вы здесь читаете, если он заканчивается на коне, C-O-N-E, диметиконе, триметиконе и так далее, то есть заканчивается на коне, это силикон. Посмотрите и лучше их избегать. Это я говорю в случае не смывашки. Если у вас уже есть какие-то продукты на полке в ванной, то не надо их тут же выкидывать. Сейчас работаем с тем, что есть. Я рассказывала пошагово, то есть переходим пошагово. Мы сначала купили гель, нам понравился результат. Мы попользовались футболкой, поняли, как классно подпрыгивают наши кудряшки. Мы хотим больший результат. Мы решили взять что-то, что лучше напитает волосы, и в одно средство получив как бы три разных продукта. Про увлажнение для волос мы проговорили, но кудряшкам также нужно питание, то есть протеины. С протеинами кудряшки будут более очерченные, а они будут лучше так подпрыгивать. Конечно, можно купить очередную баночку, например, там, с протеинами шёлка. Но мы сегодня говорим о том, чтобы сэкономить деньги. И классный лёгкий способ — это ополаскивание волос рисовой водой. В интернете есть сто и одно видео, как это делать. Если вам захочется, я также могу снять видео о том, как я это делаю. Напишите снизу в комментариях, если вы хотите видеть это именно в моём исполнении. Ещё один пункт, который я хотела бы затронуть — это сушка волос. Что делать, если у вас нету вот этой специальной насадки для фена? Опять-таки, не бегите её покупать. Объём волосам могут придать вот такие зажимчики. Когда вы дошли до того момента, что волос уже как бы должен сохнуть сам по себе, то вот такими зажимчиками мы приподнимаем осторожно у корня и крепим. Выглядит это вот примерно так, очень смешно. И я сейчас покажу, как я ставлю одну. Приподнимаю и закалываю. И вот, когда они высохнут, у вас будет побольше объёма. Выглядит так, как будто я сейчас собираюсь ловить какую-то радиостанцию. И вот я только что сняла эти зажимы. И посмотрите, сколько объёма они прибавили. Тут классно видно. Кстати, сегодня я не сушила волосы феном, а использовала именно вот такие зажимчики, которые вы можете найти или в ближайшем магазине, или посмотрите магазины, специализирующиеся на товарах для парикмахеров. И, наверное, самый главный совет, который я специально оставила напоследок, это не отчаивайтесь. Если у вас не получилось с первого раза получить желаемый вами результат, то ничего страшного, у меня он тоже не получался. Я решила дать себе примерно полгода и попытаться попробовать, каково это будет. Если через полгода у меня ничего не получится, я подумала для себя, то, да, наверное, это не моё. Но спустя полгода я не хочу больше выпрямлять волосы. С кудряшками волну у меня больше объёма у волос. И, честно, в таком состоянии мне больше нравятся волосы. Я практически не использую на них какой-то горячий воздух, соответственно, они здоровее, они блестят больше. Поэтому пробуйте и пишите в комментариях, что у вас получилось. До новых встреч!